Пришло время, друзья, поговорить с Гриммом. Мы сразу обратимся к разделу улучшения самолета. У нас есть деньги. Итак, мастерская Чарли. Давайте разблокируем, для того, чтобы можно было, если потребуется, конечно, купить прототипы. Хотя другие варианты тоже, я думаю, что стоит посмотреть. Открыть тайники на экране. 90 тысяч. Это точно. Открыть все доп. задачи с данного момента. 150 тысяч. Давайте откроем все доп. задачи. Лазарет быстрого восстановления. Стоит 120 тысяч. Ну да, наверное, тоже. Ну и вот, смотрите, осталось там тоже совсем немного разблокировать. Здесь, пожалуй, все, потому что нам еще нужно что-то оставить с вами на модификацию нашего оружия. Как-то снайперская винтовка и пистолет с глушителем. Сразу же с вами этим и займемся. Итак, снаряга. Все это для компании, естественно, приобретается доп. оружия. Вот у нас снайперская винтовка. Мы с вами, пожалуй... Слушайте, наверное, прицел стоит, не стоит. Я думаю, что покой же определимся. Если деньги останутся, то приобретем. Итак, мощность, точность и дальность. Мощность. Что лучше? Мощность. Купить и применить. Все, в этом разделе мы закончили. Переходим к свойствам. Балансировка. Так, балансировка точна. И высокоточный спуск. Меньше отдача. С оружием будет проще управляться. Так, тут мы с вами тоже закончили. По пистолету. Смотрим, какие улучшения. Углографический прицел. Лазерный прицел. Экспансивные пули. Бронебойные патроны. Это, кстати, хорошо. Вот точность и дальность не помешала бы точно. Свойства. Также внимательно это все посмотрим. Балансировка. Купить и применить. И центровка ствола. Пусть это будет. 35 тысяч осталось. Посмотрим по гаджетам. Эмили Пучка. Ну, по-моему, тут все. Спецкостюм. Перчатки. Уже не хватает. Туда денег уже у нас осталось маловато. Ну, давайте, может быть, тогда с камуфляжем. Поиграемся немного. Камуфляж-город. 10 тысяч. Так, ботинки. Тоже пусть будет камуфляж-город. Ну и 15 тысяч. Я думаю, что, может быть, тогда на жилет. Тоже пусть будет камуфляж-город. Круто. Все. Выходим и начинаем наше очередное задание. Это будет брошенный завод. Отправляемся на родину Мэри Поппинс. И поехали. Объект Реза Нурий. Известный поставщик оружия и наемников для частных группировок, готовых не поскупиться. Мы уже прибегали к его услугам, желая убедиться, что ряд организаций получит от него отказ. Но он всегда соблюдает политический нейтралитет и готов сотрудничать с любой стороной. Прослушка по IP-протоколу показала, что Нури уже два года работает с инженерами. Мы отследили, что за переводами на его счета и за действиями инженеров стоит один источник. В связи с этим мы вынуждены считать Нури их союзником и нашим врагом. Его следует немедленно уничтожить. Вот те данные, которые ты просил. Спасибо. А могли бы обойти все эти административные заборы? Разреши ты мне влезть в базу Ми-5. И нарвались бы на международный скандал, а ты бы гнил в беломарше до конца жизни. Если попасться. Меня просветите? Номерами паспортов, полученными от Нури. Анализ сети, передвижений, финансовых операций. Тупая аналитика. Просто скажи, что нашли. Ничего. Можно было не копаться в куче бесполезных данных. Только время потерял. Твою ж, Мэтт. Инженеры в Лондоне. Тупая аналитика? Браво, Гримм. Все эти люди связаны с Садиком? И между собой. Спящая ячейка. Была. А не в действии. Что будем делать? Есть только один вариант. Да, пора уже пощупать Ми-5. Отставить, Чарли. Нельзя рисковать. Садик — бывший британский агент. У него там могли остаться друзья. Стоит его спугнуть, и он залежет на дно. Похоже, они окопались на старом заводе. Он прямо на воде. Много позиций для снайперов. Я проработаю план. Чарли, помоги ей. Брикс? На связи. Новое дело. Веди наблюдение. Сейчас буду. В старом здании узкие коридоры. Будь осторожен. Возьми трикоптер. Он поможет избежать засады. Все равно, как бревно скинули. Так, собачка, собачка, собачка. И вот там вот даже... Ух ты! У нас, похоже, снайпер. Ну ладно. Собаку сняли. И заработали 100 очков. Ну что ж, бегом дальше. Так, здесь. Сэм, активное движение на первом этаже. Лучший вариант крыша. Понял. Незмертельные приемы активны. Сейчас мы ему всыпем. Он что-то один? Один. Привет. Второй тяк. Ну и все. Можно теперь воспользоваться способностью устранения. А нам с вами лезть... Лезть на крышу. Да, да. Ну так полезли. Гримм. Лезу по стене завода. Брикс прикрываешь? Есть. Я в точке, браво. На выезде грузовик. Похоже, они вывозят груз. Ясно. Сэм, впереди. Как ты? Красиво. Спасибо. Да, неплохо. И самое главное, что вовремя все это произошло. Я видел старые чертежи. Раньше здесь мололи муку, так что в северном крыле должен быть грузовой лифт. Ну, до этого крыла-то еще надо добраться. Да, я думал, он его скинет, если честно. Но, тоже. Еще одно. Нелетальное убийство. А, точнее. Нелетальная нейтрализация. В нашу копилку. Смотрим с вами. Так, а что, если попробовать вот так вот сейчас ему садануть туда? Да что ты! А как вы думаете, он один сюда прибежит? Успел выстрелить, гаденыш. Жалко, конечно. Но ничего страшного. Так, снайпер тоже засек. Нас обнаружили. Ну, пока один. Шевелись. Всем внимание, нарушитель на территории. Ух, там двоих даже. А мы сейчас по-другому сделаем. Ну вот, пожалуйста. Бесшумно. То есть, это даже хорошо, что мы их сейчас сюда приманили. И вот так вот в руках Пашечку с ними разобрались. Осталось разобраться со снайперами. Снайперы могут заметить вас издалека даже в темноте. Избегайте их лазерных прицелов. Мы уж постараемся. Но по полтемноты... Все-таки давайте потемнее сделаем. Темнота. Друг. Сэма. Фишера. Сэм. Куда там вниз палит. Так, сканируем. У нас два с вами снайпера. Так, вон охранник там еще увидел. С ним тоже нужно будет разобраться. Как-то. Постараюсь сделать все достойно. Так. Идет, 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 идет. А куда же он идет? Так, осколки какие-нибудь есть? Опа. А если не лет... А, нет. На уступе не получится. Не летально. У меня только... Только-только доступен пистолет с... С клушителем. Так, чувак, отвернись. Даже не хочу, чтобы снова шум какой-то поднимался. О, да. Так, и осталось разобраться... Вот с этим бойцом. Все бесшумно. Нифига он... Хорошо видит. Ну, в теории тоже... Возможен вот такой вариант. Ну, давайте попробуем. Хотя бы для разнообразия. Все сделали тихо. Никого не пожалеем. Всех нейтрализуем. Так, по шахте, по шахте, по шахте они сказали нам спуститься. Сейчас, давайте посмотрю. А тут что у нас? Тут тоже какой-то проход. Суть по всему. Ну, давайте по крыше тогда пройдемся. Еще раз сканируем эхолокатором. Тоже все спокойно. Так. Сколько вас тут? О, он всего один. Это хорошо. Ну, это так. Чтобы не было лишней активности. Чтобы мы смогли спокойно пройти дальше. Блин, не нравятся мне вот такие слишком яркие источники света. Если честно. Ну и пора, 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 пора. Идти. Идти дальше. Так, осколки нужно будет постараться аккуратно обойти. Так, а тут может быть какая-нибудь флешка там. Или что-нибудь в этом роде. Может быть... Я, ну, зачем здесь флешку прятать? Правильно, друзья? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ну да. А вот и лифт, кстати, о котором говорили. И вот та самая шахта. Ну, спускаемся тогда. Не нравится мне это, Сэм. Нури послал сюда не просто тупых боевиков. А кого? Конкретнее. Здесь опытные спецы. Инженеры-химики, снайперы, техники. Прямо сплошные звезды. Добавь в список профессиональных водителей. СМА отслеживал тот грузовик. Чувак проехал все туннели города и не один раз менял машину. Он ушел. Его груз как-то связан с новой атакой. Ясно. Так, еще один спуск. А тут точно ничего не пропустили. Позвольте, позвольте осмотреться немного. Да, похоже тут, похоже тут ни черта. Нет ценного. Ну что ж, тогда вниз. Снова. И что-то они там про трикоптер говорили. Которым, к сожалению, мне пока не довелось воспользоваться. Режем ткань. А что здесь? Ух ты. Ну да, наверное, вот, кстати говоря, здесь трикоптер и не помешает. Но вот сразу видим с вами цели. Эхолокатор не работает из-за помех, источник где-то поблизости. Ну что же. Тогда пускаем трикоптер. На разведку. Сейчас, секундочку, надо грамотно в проем попасть. Так, и смотрите. Да, вот, видимо, из этих помех у нас и цели не подсвечиваются вообще никак. Ну, то есть, как на эхолокаторе. Все то же самое. Так, отлично, этот ушел. Так, один готов. Ух ты. Еще готовы. И остался вроде бы... Так, а точно последний здесь? Сейчас тут... Ой, как тут ярко. Очень ярко. Так, тут никого нету. Че, кто-то кого-то увидел? Да, увидел, увидел, увидел. Только тревогу не поднимай, чувак. Не успел. Не успел поделать. А знаете, как еще круче сделать? А еще круче можно сделать вот так. Мы сейчас с вами снова сюда заберемся. Все, недоступен нам этот супер ящичек. Ну да ладно. Так, основные цели, мне кажется, были уничтожены. Сейчас погасим везде свет. Так, нам кто-то что-то про точность там, помните, говорил? Прибегут, наверное. Потому что я слышал, что кто-то насторожился. Да-да-да-да-да-да, бежит. Бежит, смотрите-ка. Так, тут снапа нужна. Да неужели не смогу? Круто. Ну что, рискнем спуститься? Помехи-то у нас совсем недалеко отсюда. Нам бы добраться-то... Ух ты! Я понял. Там оператор этой машинки чертовой. И плюс, скорее всего, там как раз находится флешка. Да, нельзя ничего тут просканировать. Что у нас там делает? Сейчас бы к нему подобраться так незаметно. Да, я думаю, успею. Пошли. Да. Так, и флешка, флешка, флешка. Звук же где-то был. Ну что, неужели... Неужели пойдем с вами искать сейчас? Ну да, придется, наверное. Выключатель. Тоже не работает. Так, ищем флешку. Так, где-то же здесь она. Откуда звук? Ну, навряд ли. Навряд ли где-то там на фасаде... А, кстати, знаете, где запросто может быть? Сейчас попробую. Тут не забраться. Вообще, вверх-то уже можно забраться? По-моему, это... Уже, наверное, невыполнимая задача. А хотя фиг знает. Тут какая-то труба еще есть. Сейчас. Не знаю, получится. Нет, не получится, наверное. Ладненько. Попробуем сделать по-иному. Через эту чертову ткань. Мы пробирались там. А здесь? Если в эту шахту опуститься... Есть вообще в этом какой-то смысл? Так, если повыше. Ну, тут снова просто второй этаж. Сейчас, подождите, попробую тут как-нибудь... Все-таки на ту сторону перебраться. Ага. Вот оно как. Вот оно как здесь. Ну и все. Это тупик. Это тупик, друзья. Ладно, попробую сейчас еще более внимательно посмотреть. Тут так, резкая ткань. Может, кстати, да, внутри тут что-то есть. Да нет. Это просто... Просто проход. Просто проход дальше. Так, ну явно... Явно же где-то здесь что-то... Что-то было. Сигарету взять не получится. Ну, у него в чемодане тоже ни черта не находится. Ладно, тогда... Давайте, друзья, наверное, с вами просто дальше пойдем. Бог с этой флешкой там. Или что там, пищало. Все, ниже и ниже спускаемся. Похоже, они сматываются. У нас мало времени. Кто сказал, что они сматываются? Ну да, нам для трикоптера... Там снова вот эти липучки нужны. Еще один грузовик. Я вижу. Хоть этот не потерять, Чарли. Юмор? Что-то новенькое. Так, работайте. Я на погрузочную. Еще один грузовик ушел. Что же они тут делают? Ну, помните, говорили, это химики, и кого тут только нет. Ооо, нифига он. Может, его прямо сейчас отсюда снять? У меня-то там... Бронебойность прокачана. Так, я отсюда убегаю. Труба какая-нибудь есть тут? Блин, эх. Жарко сейчас, мне кажется, здесь будет. Ну ладно, самого, пожалуй, главного я... Ну, наверх. Нет? Еще бегут. В общем, их здесь трое. Так, может, тогда порезвимся? Смотрите, как мы сделаем. Может, попробуем тогда? Ищите, еее. 20 тысяч получили. Разве это не круто? А, там даже двоих мы сняли. Он в отключке. Он в отключке. Ты прав. Чувак. Плюс еще один бесшумный. Ну что, это все? Это все, которые здесь были? Да неужели? Не может такого быть? Что прям так... Нам просто... Удалось с вами... С теми со всеми разобраться. Ну да, мина хорошо сработала. Двоих... Двоих увела на тот свет. Эх, хочу его сейчас... Хочу его сейчас... Хочу его сейчас... Поймать. Давай, давай, сюда! Здесь был выстрел. Получилось. Все хорошо. Так, есть ли что-нибудь интересное здесь? Увы, нету. Ноутбук. Но, наверное, из-за того, что вот эта вся шумиха поднялась, они этот ноутбук и уничтожили. Смотрим дальше. Куда нам нужно двигать? Так, ничего интересного. Ну, погнали тогда. Че здесь оставаться-то дальше?